Иван Иванович Лапкин. Молодой человек приятной наружности. И Анна Семёновна Замблицкая. Молодая девушка со вздёрнутым носиком. Я рад вас видеть, Анна Семёновна. Они прекрасны. Спустились вниз по крутому берегу и уселись на скамеечки. Скамеечка стояла у самой воды. Между густыми кустами молодого ивняка. Чудное местечко. Сели вы тут, и вы скрыты от всего мира. Видят вас одни только рыбы, да и пауки плавны, молнии бегающие по воде. Молодые люди были вооружены удочками, сачками, банками с червями и прочими рыболовными принадлежностями. Усевшись, они тотчас же принялись за рыбную ловлю. Как красиво. Я рад, Анна Семёновна. Я рад, что мы наконец одни. Я должен сказать вам многое. Анна Семёновна, очень многое. Когда, когда я увидел вас в первый раз и... и... У вас клюёт! Мне! Но нет же, вам показалось. Слушайте, пожалуйста. Я понял тогда, для чего я живу. Понял, где смысл жизни. Где мой кумир, которому я должен посвятить свою честную и трудовую жизнь. И... 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 О, это должно быть большая клюёт! Где же? Да нет, вам опять показалось. Увидя вас, я полюбил впервые. Полюбил страстно. И подождите дёргать. Пусть лучше клюнет. Хорошо. Скажите мне, моя голубушка. Заклинаю вас. Могу ли я рассчитывать... Нет. Не на блаженство. Нет, не на взаимность. Этого... Этого я не стою. Могу ли я рассчитывать... На... На... Тащите! Боже мой! Окунь! Пойдите, скорей, скорей! Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке и бульк в воду. В погоне за рыбкой Лапкин как-то случайно схватил руку Анны Семёновны и случайно прижал её к губам. Та отдёрнула, но было уже поздно. Уста случайно слились в поцелуй. Это вышло как-то нечаянно? За поцелуем следовал ещё один поцелуй, потом клятвы, уверения. Счастливые минуты. Впрочем, в этой земной жизни нет ничего абсолютно счастливого. Счастливая обыкновенно носит отраву в себе саму. Или же отравляется чем-нибудь извне. Так и на этот раз, когда молодые люди целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на берег реки и опомлели. В воде стоял мальчик. Это был Коля, гимназист, брат Анны Семёновны. Он стоял в воде, смотрел на влюблённых и ехидно улыбался. А-а-а! Вы целуетесь? Хорошо же! Я все расскажу мамаше! Надеюсь, что вы, как честный человек, подглядывать подло, а пересказывать это низко, гнусно и мерзко. Полагаю, что вы, как честный и благородный человек... Дайте рубль, тогда не скажу. А-а-а! Скажу! Лапкин вынул из кармана рубль и подал его Коле. Тот сжал рубль в мокром кулаке, свистнул и поплыл. И молодые люди на этот раз уже больше не целовались. На другой день Лапкин привез Коле из города мячик и краски. А сестра подарила ему все свои коробочки из-под пилюль. Потом пришлось подарить и запонки с собачьими мордочками. Злому мальчику, очевидно, все это очень нравилось. И чтобы получать еще больше, он стал наблюдать. Куда Лапкин с Анной Семеновной? Туда и он. Ни на минуту не оставлял их одних. Подлец! Как мал! А какой уже большой подлец! Что ж из него-то дальше-то будет? Весь июнь Коле не давал житья бедным влюбленным. Он грозил доносом, наблюдал и требовал подарков. И с каждым разом, чему было все мало. И в конце концов он стал поговорить о карманных часах. И что же? Пришлось пообещать часы. Как-то раз, когда подавали вафли, он захохотал. А, сказать! А! А я скажу! А! Лапкин страшно покраснел и заживал вместо вафли салфетку. Анна Семеновна вскочила из-за стола и убежала в другую комнату. И в таком положении молодые люди находились до конца августа. До того самого дня, когда Лапкин сделал Анне Семеновне предложение. О! Какой это был счастливый день! Поговорившись с родителями невесты и получив согласие, Лапкин прежде всего побежал в сад и принялся искать Колю. А! Не пойду! Не пойду! Найдя его, он чуть не зарыдал от восторга и схватил злого мальчика за ухо. А! Подбежала Анна Семеновна, тоже искавшая Колю, и схватила за другое ухо. Им нужно было видеть наслаждение, написанное на их лицах, когда маленький Коля плакал и умолял о пощаде. Миленькие! Славненькие! Не буду! Простите! Ай-яй! И потом оба они сознавались, что за все время, пока были влюблены друг в друга, И не испытывали такого счастья, такого захватывающего блаженства, Как в те минуты, когда драли злого мальчика за уши! Продолжение следует...